всем привет меня зовут дионисий я являюсь инвестором проектов ветер и город я знаю что эти проекты максимально открыты максимально прозрачные поэтому я решил лично приехать новосибирске посмотреть как развиваются эти проекты как работает команда и все самое интересное вы увидите в этом видео погнали что у вас тут происходит покажи вот эту башню отправляем в город сочи она скорее всего будет возможно также прототип собираем уже он практически готов сегодня часть уже с дмитрием красногором поедет в дубаи чемодами круто много всего так здесь вот ветра установочка такая вот такая вот ветра установочка с монитором она будет стоять в афимоле на макете город на мониторе будет трансляции те что у нас на сайте стоят здесь монитор будет и там будут отображаться трансляции вот и также каждый человек сможет поэкспериментировать с концентрации воздушного потока убрать там здание аэродинамический щит и поиграться там вентилятор будет стоять а это здесь ведется работа по новому макету макет 2.0 город логистика систем вот этот макет у нас поедет в контейнере город дубай на вес на выставку экспо 2021 это очень большая выставка самая большая инновационная во всем мире туда приедет весь мир очень много интересных людей государств и они смогут увидеть узнать о нашем проекте более подробно и вообще вот это вот эта заявочка получается вот в центре до макс вот здесь будут стоять здания здесь здесь и вон там получается да 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 все верно вот он на столе 3 что-то вот такая вот атмосфера в офисе вообще первые три дня когда прилетаешь в россию не понимаешь типа все где здание просто к это просто равнина а вот кто-то звонит видишь вот кстати надо отметить вот забор такой красивый летом и там на фасаде нашего не самого лучшего здания тоже сделали мы вот такие посадки и преобразилась затраты минимальные а результат очень хорош когда зелень есть и кстати никому вообще не мешает купить несколько корешков там сходить на рынок потратить там 500 рублей и где-то у себя во дворе или на балконе поставить цветочный ящичек и посимпатичнее же будет ну да преобразить вот кстати объект очень сильно отличается от всего новосибирского но надо отметить и архитектура архитектура обычно квадратных метров сейчас в россии до используются то есть архитектура квадратных метров это когда лишь бы побольше квадратов реализовать а что это из себя представляет это не так важно ну вот этот объект очень отличается конечно молодцы ребята просто газон вот эти деревья вообще просто бесценные я даже боюсь представить откуда их привезли вот ну за ними ухаживают зимой их накрывают парничок очень красиво очень вот такой бы весь город если бы был знаешь я бы прям и не уезжал бы из новосибирска наверно и вообще многие бы не уезжали как тебя зовут гошь сколько ты уже в проекте работаешь как че узнал о проекте познакомился проекте я узнал из интернета все время была работа и я просто убил интернете работа для множества новосибирске и первое объявление это вот как раз таки эта компания попалась меня пришел рассказал что я умею показал пускай слушать давай работать круто чем ты занимаешься от вас сейчас основная здесь деятельность мой основной деятельности это показка домов я крашу дома создаю более-менее реалистичный вид что там разы топом белый более темно работа с макетом в основном на твои плечи ну нет не только с макетом чисто визуальная визуальных составляющих задний план я понял сколько тебе лет 19 лет и ты уже в таком крутом проекте тебе вообще как идея мне нравится очень потому что во первых как мое хобби то есть а это считает сижу крашу меня меня просто очень делаю и то что происходит мне все очень нравится круто отбей кулачок и и и и и и и и до макет ну вот в сочи башня то что я рассказал и еще одна посылка москву трансляциями наконец 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 место освобождается больше пространство можно еще сразу двоих человек кристин чем что занимаешься что ты делаешь в данный момент я клею человечек на третью уровень показайте плечи тут будет жизнь кипеть вот занимаюсь с ним мелкой работой то есть озеленение вот эти все деревья и тропа и делаю пропорции соблюдены да все абсолютно мы не можем не соблюдать пропорции нет а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, железнодорожный район, мы сейчас на территории железнодорожного района Когда-то была компания Моя компания и не только моя Которая занималась клинингом этого самого района А как мы к этому пришли, вот интересная история Вообще, папа в советское время Год, наверное, 84-85, это было 4-5 лет мне Он меня взял на субботник, ленинский субботник Мы приехали туда на грузовике, студенты загрузили этот полный грузовичок мусором Ну, я тоже там участвовал активно Ну, не думаю, что была большая польза Ну, а потом мы пошли в столовую Ну, папа рассчитывался какими-то бумажками И я говорю, что это такое? Он говорит, это талончики Ну, я задал вопрос, как это, что это? То есть он говорит, ну вот смотри, мы у столовой, у этой прилегающей территории убрали А в знак благодарности нас покормили И вот это почему-то так не запомнилось Что это такой тандем сотрудничества между людьми Когда одни могут отдать тебе энергию А ты можешь отдать свою энергию на пользу им Вот, это такой, синергия такая И когда было мне там уже 12, 13, 14 лет на юго-западном жил массиве Мое детство прошло Хороших людей там было достаточно И делали мы субботники Как это было? Просто берешь лопату, выходишь во двор Друзья идут И ты даешь им лопату, потом еще другие с балкона смотрят Берут лопаты, выходят И в итоге к вечеру собирается большая команда Перекопанный газон Ну, несколько десятков советчиков, само собой Ой, зачем вы его копаете? Его нужно было просто грабля и пройти И так далее, и так далее Ну, неважно, в общем, собирается группа Людей, когда И получается общий такой результат Мне это очень нравится Так вот, такие субботники Потом я уже Была у меня компания, когда Подрядная организация С численностью сотрудников Ну, тогда мне было где-то 23 года Человек, наверное, 50 или 70 даже Так вот, в какой-то момент я уже переехал в центр Появился офис в центре Приходит администрация железнодорожного района Составляет протокол, что вот у офиса лежит сугроб Вроде бы вовремя не вывезли Я говорю, ну, ребят, я вообще тоже за чистоту А, вызывают они там Так, на ковер или как это называется На комиссию, типа, прочитать лекцию Что все в городе у нас должно быть чисто Видите, да? У нас в городе должно быть чисто Денис Валентинович, они говорят Нужно вовремя все убирать Я говорю, ну, я вообще тоже за чистоту Давайте сделаем субботник Они очень этому удивились Ну, говорит, ну, давайте На субботник я вывел 75 человек Вывезли мы более 70 камазов в грязи С дорог, понимаете Покрышки какие-то старые Просто вот этот ил, который вдоль дорог, да И это все очень удивило главу района Очень его удивило Он заинтересовался, говорит Ребята, может быть, вы придете к нам в район В качестве подрядчика И будете убирать наш район Ой, я говорю, да не, с вами связываться У вас тут какие-то контракты там Какие-то бесконечные там Бумаги, сложности Неинтересно Они повторно настаивали на том Что нет, давай возьмись, пожалуйста Ну, в общем, спустя там пару недель я сдался Но я сказал, что я здесь начну Все процессы запущу Но в дальнейшем будут заниматься Не факт, что буду я сам лично этим заниматься Вот, и кстати, вот эти вот газоны Сейчас 7 мая Но буквально через 20 дней Здесь появится более-менее такая живая травка Это мы, кстати, нашим офисом выходили Когда-то и посеяли Эти газоны здесь были такие же мертвые Как и большая часть в городе Вот, а мертвые они почему? Потому что используют Химические реагенты Для обработки дорог Что совсем не обязательно делать Вот, и все это попадает на газон И эта почва умирает И растительность потом не живет А люди потом живут Как минимум весной и в начале лета В очень-очень пыльном городе Где не растет трава Вот Ну, это уже... Я раньше очень интересовался этими проблемами Сейчас у нас более глобальные планы Поэтому оставим эти вопросы Для решения на тех, кто сегодня здесь чувствует себя хозяином Что, пойдем к ребятам посмотрим в офисе? Да, ребята, которые в основном работают за компьютером Ага 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 Знакомьтесь, это вот Вами Помощник Она сейчас занимается подготовкой Принимать у ребят будем экзамен Это Индия Человек, который хочет открыть концентр Открыть офис Представительство Подожди, будет офис в Индии? То есть отдельно? Ага Ну да Мы хотим... У нас очень много сейчас партнеров в Синдии Ага И соответственно есть языковой барьер в плане колл-центра И есть очень хорошие партнеры, которые активно занимаются развитием проекта Вот И мы хотим сформировать колл-центр местных И они могут работать по базе Как раз таки со своими партнерами То есть цель обучить одного человека Который сформирует колл-центр И обучит этих ребят И они будут звонить новым регистрациям Рассказывать о проекте И отвечать на их вопросы Это ускорить обработку англоязычных контактов Вот И им будет проще взаимодействовать между собой Вот Также то же самое Африка, Уганда Тоже следующий экзамен Тоже человек Ну в общем мы зададим им несколько вопросов Поймем насколько они разбираются на данный момент в проекте И смогут ли они обучать других ребят для колл-центра Руслан занимается блоком для макета города Вот В этом блоке будет больше информации о проекте И также вся команда Виктория занимается визуализацией Возле Москва-Сити Есть небольшой участок В 2 гектара Ну как сказать Для Москвы может и большой И собственно Делаем визуализацию Как может выглядеть наша архитектура На этом участке И возможно будет дальнейшее взаимодействие Вот Девчонки Это у нас колл-центр Вот вчетвером Это Вера, Кристина, Наташа, Юлиана Девочки ну помашите Ну чтобы вас узнал Весь ютуб вас узнает Они занимаются как раз таки новыми регистрациями С партнерами Дают ответы на нужные вопросы Ну взаимодействуют с людьми Помогают разбираться в проекте И чтобы им проще было Все понятно А ты колл-центр? А я колл-центр Да, Юлиана у нас Это самый первый человек В колл-центре Она знает Очень много информации И она обучает Других ребят Юлиана большая молодец Очень много работы Да всем вообще Очень много друзей Окей, давайте Нет? Руслан, ты бездельничаешь Да, я колл-центр Сделал сногдовый Диай 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 Моя шутка Ну, не, да Даже шутку сворывал Не работает Так вот она и работает У нас макет большой Город Это один из его модулей Который рассказывает Про достижения проекта Про его команду И казалось бы Причем тут эволюция авиации Но мы здесь примером Показываем Что по сути Воздушного змея Начался Вот Данное изобретение И Развивалось Вот В таком условном порядке Каких-то Ключевых моментов Первый Самолет был Флайер 1 Он всего 12 секунд Пролетел Сначала Как бы это всерьез не воспринимали Ну и теперь Как видим Как клип поменялся И насколько это повлияло На развитие вообще Перетока информации Людей Скорость работы Всего Так же эволюция зданий Были Сначала Мы отапливали Условно Костром Потом Как-то это преобразовывалось Потом у нас Всякие Тесты Различные Потом мы переходили На Частично На ветроэнергетику И затем Мы уже перейдем На Полностью Энергию ветра Прямо Условно В розетке В сравнении Условно То есть Чистая Энергию Будет пытаться Can you tell us About the project And what is the main thing About it And what is the main idea Okay The campaign aim To 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 Very nice Technology But what would happen If you don't have Win В итоге В общем Выиграли мы Конкурс В районе Стали Подрядчиками Сделали массу Инноваций Заключались они в том Что у каждого Нашего сотрудника В кармане Был датчик GPS И была у него Карта Дорожная карта Это 2007 год Сейчас Мы можем часто Слышать Словосочетание Дорожная карта Тогда Тогда Еще никто Этого не слышал Соответственно У человека Была карта Датчик GPS Мы всегда видели На большом экране В офисе Где он В данный момент Находится И это Предоставило нам Возможность Вместо 44 Запланированных Сотрудников На район Иметь 14 Вот Это не значит Что мы начали Получать большие прибыли Это значит Что мы Могли Платить большую Зарплату Тем людям Которые Которые у нас Работали Большая зарплата Приводила К большему Числу Желающих У нас Работать Таким образом У нас были Лучшие люди Мы платили Большие средства Но используя Вот Какие-то инновации Такие как Дорожные карты Такие как Четкое распределение Обязанностей И Это все Привело К лучшему результату В городе За что мы Получили Достаточно Много Благодарности И грамот И Успешно Вели свою деятельность На протяжении Трех лет По моему По этому району Такое ощущение было Что вот сейчас Нам все Весь вообще Город отдадут И наконец-таки Удастся Привести его Привести в полный порядок Но это не произошло Потому что Как оказалось В каждом районе Был свой подрядчик Поэтому полностью Город не удалось привести А Интересно Что пришел В железнодорожный район Тогда Новый руководитель То ли отдела Богоустройства То ли глава района И появилась Такая история Как Ребят Некоторые улицы Убирайте пореже Вот А на маленько Заносите Вот Ну На самом деле Мне это не интересно было А нас уже было В обществе Тогда 5 участников Я сказал Нет ребят Нет не интересно Я выхожу И 4 участника Меня поддержали Поэтому мы Эту тему оставили И К сожалению До настоящего времени Я не могу сказать Что город Преобразился По прежнему Он и пыльный И газонный К сожалению Пока он такой Хотя мог бы быть Совсем другой Я вижу Я думаю Что он мог бы быть белым Зимой белым Не нужен никакой песок Не нужна никакая соль Просто используйте Советскую металлическую щетку На подметальной машине И Вот пример Толмачева Толмачева Никаких химических реагентов Не использует При этом Благополучная техника Передвигается По территории аэропорта При этом Самолеты взлетают И садятся И все там хорошо Если кто-то скажет Что у них намного больше денег То Не соглашусь 1 миллиард 200 миллионов Выделяется ежегодно На уборку нашего города А если это пересчитать В КамАЗы То это получается Можно Где-то 400 КамАЗов Нанять Которые круглосуточно Должны Курсировать По нашему городу Ну знаете Если бы здесь У нас 400 КамАЗов Курсировало Если бы хотя бы 40 Курсировало Круглосуточно Город бы Вы бы не узнали Поэтому деньги На все есть Если бы у тебя При рождении Была возможность Выбрать город В котором Ты родишься Уже с тем опытом Моим сейчас То есть Ты бы выбрал Новосибирский Ну ты хочешь сказать Что ты познакомился С миром Да Я вот Счастлив Что я Родился там Где говорят по-русски Потому что 80% Научных достижений Они появились В СССР И сейчас Вся эта информация Она доступна На русском языке То есть Я могу Ее Свободно получать У граждан Других стран Такой Возможности нет А владение И Возможность Используя информацию Я считаю Что это самое ценное Что вообще Можно себе представить Поэтому Ну Новосибирск Или Москва Или там Иркутск Наверное Это не так важно 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 иметь Этот самый доступ К этой Объективной Достоверной Информации И Ребята Если кто-то Думает Где ее найти Начните Хотя бы с Ютуба Там более Трех тысяч Фильмов Есть Научного Характера 60% Из них До сих пор До настоящего Момента Они Более чем Актуальны Поэтому Вперед Я Возможно Возможно Ваш фанат Пришел Посмотреть Чем вы тут Занимаетесь Мне Денис Обещал Сделать Значит Эксперимент Доказывающий Что ваш Ваше изобретение Работает И для меня Это будет Фундаментом Для продвижения Вашего Невероятно Крутого Проекта Если проект Продал 200 лицензий На 200 зданий То Х-170 К сегодняшним Инвестициям Получит Каждый Инвестор Х-170 К 2030 Году Нужно Их Продать И 2000 Может быть И 10 Тысяч Этих Самых Лицензий И это Вполне Реально Вот Появился Лифт К нему Боялись Зайти Появился Безопасный Лифт И Лифт Распространился За 10 лет В десятков Тысяч Зданий Такая же Система Безопасный Классно, здорово. Пойдем делать следственный эксперимент? Да, пошли. Вот мы на крыше офиса. Сейчас покажем вам рабочий прототип. Город Новосибирск. Денис, а в каком масштабе вообще макет был? 1 к 100. Примерно масштаб. 1 к 100. Но вот это вторая версия. Первая версия у нас в Москве в торговом центре Фимол. Во второй версии мы решили сделать такую вырезку. Вот похоже, как будто бы представим, что это торт, вырезаем один кусочек и увеличим его в масштабе для того, чтобы люди больше могли понять, что наполняет все эти уровни. Поэтому у нас здесь 4 уровня. Первый – транспортно-логистический уровень, производственный. Второй – коммуникационный. На первом и втором уровне может быть у нас свободный в тростноцах гидропоника. Минимальное присутствие человека на первом и втором уровне. Третий уровень – это пассажиро-логистический. Похож на большой красивый торговый центр. А четвертый уровень – с естественным ландшафтом. И здесь мы вот эти уровни увеличили для более облегченного понимания. Да, вот она простая история. Вот теперь мы видим этот самый вырезанный кусочек из тортика. Вот прям форма у него такая очень похожа. И здесь мы укрупненно видим вот конвейер, вот тяжелая логистика какие-то, транспортные решения, лифт, шахты лифта. Полностью автоматизированное передвижение грузов. Сборка самолетов даже, возможно. Посмотрите, какой у нас тут красивый-красивый самолет со всеми подробностями. Это наше личное производство. Это люди из нашей команды могут такие чудеса делать. Второй уровень вот эти самые коммуникации. Концептуально мы здесь показываем. Тоже какие-то могут быть и транспортные решения. Производство тут биотоплива вроде бы изобразили. Но здесь люди находятся. Люди в кафе сидят какие-то. Тут эти ребята кино вроде бы смотрят. Ждут, когда созреют огурцы на соседнем уровне. Вот понимаешь, огурец не нужно везти 500 километров или 1000 километров из южных стран в какую-то северную страну или напротив. Это долгий путь. Это значит, что нужно продлить ему жизнь, чтобы он не сгнил. Это какие-то химикаты. А здесь не нужно. Потому что 50 метров, 100 метров, 200 метров он попадает в потребителя. Ну а на четвертом уровне ребята продолжают, наверное, созидать. Теперь им не мешает транспорт. Это безопасная среда. Комфортно. Здесь птички поют. Представляете, город, весь город, в котором поют птички. Вот еще раз вернемся сюда. И можем себе представить, что эти шестиугольники, как пчелиные улей, тиражируются. Заменяя собой предыдущую застройку, вот эти лабиринты предыдущие, где мы сталкиваемся и с шумом, и с пробками, загазованной местностью. Ну и большим количеством других вопросов, которые имеют огромное значение в нашей жизни. В том числе и влияют на продолжительность нашей жизни. И они собой заменяют. И представьте, огромный город, в котором кипит жизнь. Но при этом здесь тишина и покой, да. И попасть, чтобы на работу, нужно просто одну минуту. Вот из этого парка достаточно спуститься на лифте, вот на нижний уровень. Просто спустились. Или из-за своего небоскреба. Просто живете здесь. Из окна видите только парковые территории. И в то же время вы можете попасть в высокоурбанизированную какую-то среду производства, где кипит вся эта работа. Поэтому очень простое решение, оно много меняется в нашей жизни. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок